Так вышло, что пока я был юн, мне не довелось познакомиться со знаменитым произведением Роберта Льюиса Стивенсона «Остров сокровищ». По этому произведению снято много экранизаций и даже нарисован отечественный мультфильм, но и экранизации я до сих пор не видел. И вот, минувшей зимой мне в руки попала эта чудесно иллюстрированная книга, и я, разумеется, с огромным удовольствием принялся читать эту удивительную историю. Несмотря на то, что эта книга написана, в общем-то, для детей, я нашел это приключение очень увлекательным и поучительным. Особенно любопытно было читать разные медицинские подробности, довольно точно переданные автором. Многие, прочтенные мной фантастические и приключенческие произведения, в чем-то повторяют фабулу этого произведения, однако сравнивать их не стану, считая, что «Остров сокровищ» единственное в своем роде произведение. Оно наполнено колоритом эпохи пиратов, эпохи, когда Англия доминировала на море. Главный герой, парень по имени Джим Хокинс, руководствуясь картой покойного капитана Флинта, отправляется на шхуни, названной Испаньола, вместе со своими товарищами и поспешно нанятыми моряками на поиски сокровищ. Непростой попутчик, судовой повар-долговязый Джон Сильвер не даст ему скучать на протяжении всего этого путешествия, полного смертельных опасностей и невероятных испытаний. Прочитав эту книгу, я получил истинное, ни с чем не сравнимое удовольствие. Я исполнил свою давнюю мечту, познакомился с этим легендарным произведением. Эта книга преподала мне образец поведения людей, верных своему слову, мужественных и отважных. Если вы уже прочли эту книгу, напишите ваш отзыв в комментариях под этим видео, с удовольствием прочитаю. Если же вы еще не прочли «Остров сокровищ», я настоятельно рекомендую вам сделать это. Обязательно дайте почитать эту книгу вашим детям. Чтение такой литературы воспитывает в людях лучшие качества. Спасибо за просмотр. Если это видео было интересным или полезным для вас, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, чтобы первыми увидеть новые книжные видеообзоры. С вами был Антон Деркач. Интересных вам книг! Субтитры подогнал «Симон»!